Всем здорова! Арчи Байк, да шо это такое, великий обзор и обзор на фильмы. Фильм Египчанин, вчера я посмотрел, 1954 года. Фильм получил Золотую Глобус, премия лучшей дебютарки. Итак, главных ролях Джин Симмонс, Виктор Мэтчер, Джин, в общем, актеры того-того-того замечательного времени, 1954 года. Вы только вдумайтесь, 1954 год, Египчанин. Не вахуй, правда? Фильм на Твердую Семерочку, то есть смотреть можно. Но, вернемся же к сюжету, Египет, XIV век до н.э. Страной правит фараон Аминхотеп IV, решивший принять религию многобожия на поклонение единому божеству Атону. Культ Атона не был принят ни священнослужителями, ни жителями Египта и вызвал огромное негодование бухгагам. И в это же время Сину, молодой египтянин, выбирает профессию врача и волей судьбы назначается лекарем самого фараона, не хухры-мухры, понимаешь? Он становится невольным участником дворцовых интриг, загоровок, заговоров и предательств! В общем, там начинается, ребятки, пиздец. Просто пиздец. Обычный, обычный чувак, казалось бы, да? Тут с такими... Блять, почти богами! Египта! Тут какой-то смертный, да? Тут рвань какая-то, да? Начинаем. Творить историю. Творить историю, ребятки! Фильм смотреть можно. Можно, но не все поймут, тем более год. Те, кто любит классику, да. Я его смотрю в первый раз. И мне понравился, мне понравился фильм. Замечательные актеры, их перечисляют долго, но в бюджете, сука, 5 миллионов долларов они сделали великолепную работу. Великолепную! Про древний Египт. А он в кинематографе всегда, всегда хорошо заходил. Ну, практически всегда. В общем, смотреть можно, но не всем, естественно. Все, ребятки, фильм одобряю. Посмотрите, свое мнение, естественно, можно и сказать. С вами был Арчибальд, канал «Великолепный обзор», подписка, лайк, дизлайк и фильм «Египтяне» 1954 года. Адьес!